Ну чё, пацаны, дождались? Я хотел, как и со смутным временем, прямо в день, когда вышел релиз, его заслушать, 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 прогнать раза четыре, чтобы просто вот всё номинально понять и прямо на следующий день выкатить видос. Но здесь нет. Слишком мощный материал. Я слишком долго просто привыкал к живому Мирону, просто чтобы шок прошёл от прослушивания и пошли какие-то нормальные эмоции. Должно было пройти немного времени, поэтому уже всё. Упустил инфоповод, не хайпуем, всё такое. Но хорошо, что вы зашли на этот видос, заканчиваем предисловие. Здрасте, вы на канале Сейна. До мной! До мной! До мной! Я не просто так нарядился, но об этом ближе к середине ролика расскажу. Сейчас более важная информация. Вы наверняка знаете канал Хохлов Саботовский. Это один из, ну, самых крутых каналов про создание видеоконтента. И эти товарищи организовали офигенный курс по моушн-дизайну. Надеюсь, заметно, что я пытаюсь прокачивать визуал в каждом новом ролике. И честно скажу, это самая интересная часть создания видосов. Именно дизайнить все эти анимированные картинки, делать инфографику и всё остальное. И это место, где можно проявлять прямо стиль художника. При этом представьте, насколько востребована эта профессия сейчас. Сколько одних музыкальных клипов снимается ежедневно. Курс подходит как для начинающих моушн-дизайнеров, которые хотят прокачать скиллы, так и для графических дизайнеров, которые хотят научиться работать с анимацией и движущимся изображением. За 4 месяца обучения на этом курсе вы полностью погружаетесь в проектную работу моушн-дизайнера, учитесь работать с 3D-моделями и анимировать их в программе Cinema 4D, а также создаете свой первый моушн-ролик, который после этого, естественно, входит в ваше портфолио. Преподаватели с курса — это топовые эксперты в индустрии. И после этого курса вы смело можете начинать карьеру моушн-дизайнера как в качестве джуниор-специалиста, так и в качестве фрилансера. Ну или видеоблогера. К тому же программу можно взять в рассрочку и оплатить частями. А прямо сейчас на неё к тому же действует скидка, так что советую поторопиться. Кроме этого, Хохлов и Саботовский организовывают курс по скрин-лайв-кино, это когда происходящее на экране происходит на экранах смартфонов или компьютерах, который ведёт сам Тимур Бекмамбетов собственной персоной. При этом курс подходит людям, которые с самых разных сторон увлечены кинематографом. То есть будь вы начинающий автор короткометражных фильмов или клипов, или уже матёрый кинодел, или даже актёр, всем однозначно будет чему поучиться на этом курсе. Потому что на самом курсе будут изучаться не только технические особенности создания подобного кино, а будет комплексно рассматриваться создание такого фильма вплоть до продвижения в социальных сетях и составления бюджета. При этом топ-10 работ выпускников курса Тимур Бекмамбетов оценит лично и, собственно, даст советы их авторам. Так что переходите по ссылочкам в описании, получайте крутое и, главное, интересное и актуальное образование. Возвращаемся к Ксимирону. Возможно, все уже забыли, но я отлично помню, как все ждали Горград-2, и это не произошло, ну слава богу! Ну реально, ну не сейчас же! И какой сиквел Горграда спустя 6 лет? Это выглядело бы жалко и вымучено. Ровно как и альбом, состоящий целиком из политагиток. Я был на стриме у очередного Картавова, и он там говорил, что возможно это будет релиз песенок для баррикад. И очень хорошо, что нет. Конечно, Russian Road Rage вполне для этого подходит, но об этом попозже. Голос! Солупа! Пенецхен! По сути, если смотреть глобально, то у Мирона была развилка из двух путей с этим альбомом. Как бы не считая варианта, что вообще ничего не выпускать и, блядь, уйти в Аскезу навсегда, да? Вот кроме этого два варианта. Первое. Это что-то эпохальное, легендарное и большое, как Горгород. Ведь Горгород, по сути, это продукт для массового слушателя. Несмотря на сложность и там обилие вот его классических миллион отсылок, миллион аллегорий, вот миллион всего такого неймдроппинга тритонны, который вообще невозможно выкупить с первого раза, да и со второго и с третьего. Если все это опустить, по сути, весь сюжет может выкупить любой человек. И понять, в чем сложность и крутость этого, так же может любой человек. И, по сути, Горгород это самая доступная для массового слушателя музыка из той, что писал Мирон. То есть, да, там выкупить какие-нибудь песни про то, что я твою мамку ебал, да? Да, я ебал ваших... Их можно... Они попроще, действительно, это справедливо. Но при этом слушать такое будет только очень ограниченная публика, которая любит хип-хоп. А Горгород слушала огромное количество людей, которые не любят рэп со всеми его атрибутами, но их заинтересовала концепция. И создав одно такое произведение, Мирон мог пуститься дальше в эти опыты и делать не просто рэп, а именно какую-то вот такую литературную глыбу. Вообще отойти подальше от жанра и пытаться вот херачить эпохальные вещи. И даже вне зависимости от качества этого, чисто на количестве промо и прикованного внимания к самому Мирону, это могло бы сработать. Но он пошел по другому пути. А другой путь это именно рэп именно от Мирона. И это самое охеренно удивительное. И именно из-за этого там первые три прослушивания я что-то анализировал, делал заметки, но именно ощущение какого-то мэтча, да, у вас же вот с исполнителями, которых вы любите, вы именно... Ну, они как ваши друзья в наушниках. Вот именно у меня было ощущение, что реально этот друг пропал без вести пять лет назад, и теперь такой привет, го пиво пить какие-то там старые анекдоты вспоминает из нашей совместной юности, а ссылочки там что-то шутят на современные темы. А я его вообще другим помню и узнаю какие-то черты того самого в нем. Но сам человек очень изменился. И с этим же выбором связано разочарование многих в альбоме. Во-первых, это, ну, ни разу не Горгород, да, и вследствие этого выбора публика, которая пришла к Мирону с Горгорода, она на этом альбоме не получила ничего из того, что хотела, и там ей остается только организацию на репите переслушивать, да. А с точки зрения просто рэпа, это также не что-то супервзрывное, да. Этот альбом не отрывает голову там качеством инструменталов, флоу и всем остальным. Это все там заебатое. Но это в первую очередь просто еще один альбом Мирона. Он находится в дебильной позиции сверх ожидаемого релиза, который ждали 6 лет. А если все-таки брать во внимание то, что Горгород это не был рэп от Мирона в нормальном виде, да, то по сути 10 лет не было такого рэпа от Мирона. И, собственно, все претензии к альбому и все недовольство от альбома, оно будет сосредоточено исключительно на том, что просто вот это вот сверх-овер-завышенное ожидание, оно, ну, во-первых, можно сказать, что его в принципе невозможно было оправдать, а альбом и не особо пытается. Опять же, это просто рэп, и поэтому весь дальнейший видос, альбом будет рассматриваться с точки зрения нормального рэпа от нормального рэпера Оксимирона, который мы просто, наконец-то, блядь, дождались. Это, вот это я ждал, я это не ждал. Я это не ждал, давайте сами. Всего нахуй доброго, блядь. В принципе, нельзя красноречивее описать вообще позицию Оксимирона в современном рэпе, чем просто представить, условно, его со всеми топами в одной комнате, да, вот там, условно, в уголке сидит толпа, там, Моргенштерна, вот же Будда Благовайт раскуривают косяки, с другой стороны, там, какие-нибудь поющие казахи с кальяном сидят, с третьей стороны какой-нибудь еще Нурминский, с четвертой стороны, там, какие-нибудь клубные чуваки, там, на потолке, на люстре качается ATL, да, и где-то под Плинтусом ползает Хаски. И посреди этой комнаты стоит лысый 36-летний мужик, который только что Кукундер свой хоть немного подлечил, и охуевший оглядывается по сторонам, вот именно так это и выглядит. И от осознания этой позиции становится классно смешно и тепло на душе, и очень хорошо, что теперь в этой позиции он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы, наконец-то, что-то заявить, а то заебал молчком стоять. Теперь переходим непосредственно к трекам. Первый — это Хоп-механика. И это реально прям до мурашек, потому что там за первые 20 секунд весь Оксимирон просто сразу воплощается. Он возвращается с полным арсеналом. Лапексом из дату тянут магистраты и дяди Стёпы, читающий еврей, но не Матисьяху, двигается по галактике автостопом. Во-первых, ну, рифмовка, всё охуенно, да, это даже вот в расчёт не берём, это уже план-минимум. Называет себя сам из датом. Во-первых, есть культ из дат, вот его эта контора, в которой сидят его подданные и рисуют ему клипы на мох. Во-вторых, сам себя он называет сам из датом, то есть отсылает себя к какому-то великому прошлому, ассоциирует там с какими-то секретными рукописями, тайными знаниями и книгами. Потом магистраты и дяди Стёпы, то есть цензурирующие органы, меня хотят запретить посадить. Это вот оппозиционная тематика всего последнего Мирона. Читающий еврей, но не Матисьяху, неймдропинг, блядь, со второй строчки, на тебе въебало, чё соскучился, и двигается по галактике автостопом. Отсылка к фантастической литературе. Всё! Вернулся! И сам трек, по сути, является интро к альбому, и в нём действительно содержится всё, что нас дальше ожидает. И что такое хоп-механика? Это переделка названия курёхинской группы поп-механика. У поп-механики, по сути, были такие утрированные комичные шоу. Вот цитируя пояснение из Джинниуса, помимо людей, в программах поп-механики принимали участие также удавы, обезьянка на велосипеде, лошади, ослы и куры. То есть он имеет в виду русскую сцену. И сам по себе лейтмотив про то, что культура, которую он хотел воспитать, игра, которую он хотел перевернуть, за шесть лет ни хера с ней не стала, и я пришёл снова вас ебать, это замечательно. А ещё замечательней, это то, чем кончается эта история. Да ладно, я степусь, бро, не быть таким серьёзным, серьёзных часто ебут в рот. Вот этими строчками сам Мирон говорит, что стоит быть не таким серьёзным в вопросах этого переворота игры. И честно говоря, слава богу, потому что он уже заебал. Во-первых, не так уж всё плохо с русской сценой, у нас есть что Хаски, что Айспик, что Дайте Танк, дофига концептуальных коллективов, там вот тот же Шорт Пари. Да ты попробуй пойми, блять, что это за Шорт Пари. Вот мне постоянно говорят, разбери их, как, блять? И так каждый раз думаешь, что понял, что уже прогуглил, уже перепроверил, всё равно потом оказывается, что какой-то подсмысл и какую-то деталь упустил. А в Шорт Пари это вообще, блять, тёмный лес подсмыслов, аллегорий и метафор. И очень многие на русской сцене исполнители, которые, ну, исключительно концептуальные, и при этом имеют и слушателя, и достаточную, вот, в общем, фан-базу и возможность монетизации. То есть нельзя сказать, что в русской музыке прям глухо по концептуальным исполнителям или по исполнителям, которые запариваются текстами. Вот, опять же, нельзя сказать, что это вот Мирон учудил всю эту красоту, да, которую мы обладаем. Но мне кажется, у нас пропорция там действительно запаренных артистов на каких-то попсарей, она вполне соотносима с западной. Просто на западе, в принципе, артистов больше, соответственно, и концептуальных больше. И мысль про переворот игры как направление гребли хорошее, да, то есть он себя противопоставляет, и, условно, фанаты чувствуют, что наконец-то, блять, здравый смысл сейчас будет со злом бороться. Но с точки зрения реальной цели, ну чё, реально там вот всяким, ну вот Моргенштерну чё, нужно начать запариваться над текстами? Ну это уже будет не Моргенштерн, это уже реально хуйня какая-то получится. Но при этом, чем больше подобных игроков, а тем более размера Оксимирона, и чем они живее, да, Мирон, тем больше все остальные исполнители, которые, условно, только начинают свою карьеру, ищут какие-то ориентиры, они благодаря этому, конечно же, гораздо больше смотрят в сторону того, чтобы запариться, заебаться, и сделать концептуально и сложно, потому что видят, что всё-таки у них есть какие-то шансы на то, что это выкупят, и они от голода не помрут. Дальше песня «Агент», и здесь Мирон прям дома. Потому что, честно говоря, вот эта формулировка «иностранный агент» это не просто игра на актуалочке, это словосочетание, которое, ну реально, к Мирону подходит более чем полностью, но при этом оно у нас сейчас форсится. То есть, организация, это всё-таки он взял актуальное словосочетание и его обыграл. Но здесь это словосочетание, которое вот прям сигнатурка, что называется, да, прям вот его вода, и разгулялся дальше на эту тему. Вот, и справедливости ради, за счёт того, что сама по себе вот эта вот тема с иностранными агентами, она является прямым следствием всего того, что происходит в России в последнее время, он из этого и делает выводы более чем всеобъемлющие. Встречна в картине залатные скрижали, ведь балом правит агент, но неясно, какой державы явно... Во-первых, он сам иностранный агент, и он инагент относительно остальной культуры. Он всегда был там, ну вечная тема, что я чужой был в Лондоне, чужой был в Германии, вернулся в Россию, и теперь я чужой в русском рэпе, и спустя вот и 6, и 10 лет он до сих пор абсолютно такой же чужой, странный, не похожий на всех иностранные агенты в этом рэпе, и эта тема ему более чем подходит. Ровно так же, как и все условные, свободомыслящие, условные члены вот этой организации, такие же чужие и инородные для вот нашей с вами любимой страны. И здесь уже вот нельзя не заметить одной детальки вот такой, а чё звучит-то так пиздато, а? А чё, нам звука завезли, реально? Нас чё, свели? Я не большой эксперт во всех этих вопросах, да, я сам музыку не свожу, я её слушаю, но всё-таки разница в качестве относительно, ну вот, всех предыдущих треков Мирона, она всё-таки заметна. И вот Агент, это первый трек, на котором это можно прям явно уловить, потому что как звучит, например, припев, ну это прям круто. И это и сделано прям по-рэперски музыкально, и с точки зрения минусовки бита прям круто, и с точки зрения того, как это вместе существует, тоже прям гармонично и классно. Может, там более профессиональные там мои коллеги с Ютуба смогут более детально описать, в чём там дело, но я, как не профессиональный чувак в этом, прям качество и разницу в качестве отмечаю, бих, респект, будем переслушивать. Дальше у нас идёт красота и уродство, и место, которое трек занимает в хронологии альбома, для разъёбного бенгера, или, по крайней мере, песни, на которую делается большая ставка. Как бы та же самая мысль приходит, если знаешь, что альбом так и называется. Но трек-то, ну, средний. Детям леденцы, десять девицин, цветёт гиацин, идёт геноцид. Может быть, оксидрочеры вот ещё хлеще меня, они сейчас вообще не поняли, о чём я говорю, а в чём вообще проблема, отличный же трек. Но, во-первых, припев говно, да? Вот мы и дома, всё, это точно Оксимирон, я уже думал, подменили, что-то хорошие шли припевы. До этого не всё нормально, там вот буйствует сатана. Ну, ну, ну ладно. Но почему именно так назван альбом, можно понять, потому что само по себе это вот как чёрное и белое и не янь, да? В каждом белом есть чуть-чуть чёрного, в каждом чёрном чуть-чуть белого, но как в этом треке оно раскрывается, мне, честно, не очень понравилось. Может реально просто не моё, может я не всё выкупил, хотя честно старался. Убийство чести, женское обрезание, через дорогу званый обед в торжественном зале проблемы. Но зато состояние, в котором оказался Окс, как будто бы становится понятно. Там вот есть малозначительная строчка «В зеркале мелькает метаморф», ну и метаморф от слова метаморфоза, то есть нечто вечно изменяющееся. Ну и в принципе у него довольно много там моментов про зеркало, про то, что вот он то не может ассоциировать себя со своей тенью, то с своим отражением, то он в зеркале рассыпается на множество осколков, то не принимает своё тело и так далее. То есть в принципе вот это вот ощущение несоответствия себя-себе, неузнавания себя, она, по-моему, очень мощная и очень важная, но конкретно в случае Окса она имеет также такой контекст, что когда ты большая медийная персона, на тебе большая ответственность за всё тобой сказанное. Каждое твоё слово, оно записывается и сравнивается со всеми предыдущими. А мир, состоящий из красоты и уродства, он таким образом как будто подталкивает тебя на лицемерие из разряда «как ты можешь веселиться, когда дети в Африке голодают?» То есть это утрированный пример, но если представить жизнь медийного лица ежедневную, что происходит тысячи событий, к которым ты всем имеешь косвенное отношение и чем больше ты проявляешь реакции на них, тем больше ты начинаешь сам себе противоречить и в какой-то момент спрашивая себя «а чё я на самом деле думаю?» тебе начинает хотеться разве что сбежать от этого. И эту же мысль более детально раскрывает трек «Нонфикшн». Где покой, за что цепляться, если в тел гуд? I'm paranoid, tell me what the fuck вся песня буквально из этого состоит. Сначала длинное перечисление всевозможных теорий заговора и кто кого обманывает, где какая тайная организация, рептилоиды, масоны и всё остальное. Это не сай-фай, хай в майнд, сайд, гайст, хай сосайд и ставит мальтузианский вай-фай-фай. И кончается она цитата из записок сумасшедшего, которая, собственно, и написана как бы в сумасшедшем доме. Ну, человек натурально ёбнулся от всего этого. Белый халат тебе идёт, малышка, а знаете, что у алжирского идея под самым носом шишка? Сама мысль про то, что можно сойти с ума от современного переизбытка информации, она сейчас из каждого утюга, но в этом, собственно, и есть суть, на самом деле, потому что это слепок времени. То есть, про альбом Мирона «Вечный жид», про него Шок говорил, что это слепок всей иммигрантской жизни тех лет. Вот все ощущения, они вот скомпрессированы, и как в консервной банке закатаны, их можно вот в любой момент открыть и понять, что было тогда, ровно так же Мирон, вот современное наше время, также вот конспектирует, заносит в альбом, и, честно говоря, вот через 10 лет вы сможете очень ярко вспомнить это ощущение. Или сказать, ой, да тогда ещё легко было, а вот сейчас у меня тикток, блять, в левом ухе, в правом фейсбук, и вот сейчас-то вообще ёбнуться можно. И что ещё нельзя не заметить, что это чисто детектор лжи. То есть и сам детектор лжи очень похож концептуально, то есть тоже про обман, правда, и там, типа, полуправда, полунеправда, только он был относительно Мирона в детекторе лжи, здесь относительно в общем, и, в принципе, весь трек это просто очень пиздато зарифмованные, раскиданные синонимы и аллегории к абсолютно одному и тому же. Мне заебись понравилось. К тому же, что это охуенный рэп, реально, прям супер пиздато сделанный, и особенно вот эти вот интонации в конце, усиления. Здесь уже можно поговорить о том, насколько Мирон прокачался в качестве, ну, не то, что интонирования, да, насколько его рэп стал качественно пизже именно в нормальном смысле, то есть в пошлом смысле более пиздатый рэп это там быстрее, разъебнее, как-то больше кричать, но на самом деле суть-то в груве, да, суть-то в именно том, как взаимодействует Эмси с минусами и даже как он звучит без минусов, и Мирон всегда был в этом хорош, именно в стилистике, но хер вы его с кем спутаете, и явно в этом прокачался, но более детально об этом в других треках поговорим, он там натворил дел. Дальше у нас Russian Road Rage, и это один из главных хитов на альбоме. Во-первых, пиздатый бетоз, пиздатый припев, все предыдущие респекты звучанию относятся также к этой песне, а во-вторых, это суперзолото по тексту. Я бы сказал, что это песня имени Ильи Варламова, потому что мысль о том, что идеально отражает ситуацию в России, ситуация с дорогами в России, она им озвучивается вот каждую неделю по расписанию в его этих новостных выпусках, потому что оно так и есть. То есть реально то же, что у нас происходит в плане дорожно-транспортной организации, абсолютно то же у нас происходит и в плане организации в общем в стране. У нас есть шоссе, на которых регулярно происходят аварии из-за из-за того, что они просто правильно не разделены, а не разделены они для того, чтобы там была выделенная полоса для правительственных машин. Не говоря уже про ситуации там с Эдвардом Биллом и прочими товарищами, которые, ну, так или иначе имеют какое-то покровительство и вот все равны, но кто-то ровнее. Я много раз говорил, что мне не нравятся политические песни про ситуацию в России не из-за того, что я не согласен с их посылом, наоборот, из-за того, что ситуация в России не меняется, все оперируют плюс-минус одними и теми же культурными мемами и эмоции все испытывают одни и те же просто на разном промежутке времени. То есть, понимаете, буквально одна и та же херня. И в итоге вместо песен, как правило, получаются сборники мемов про политику за этот год. Самые яркие новости там зарифмовываются, там вот что было в одном году запотело-забрало, в предыдущем году там уточки и кроссовки медведевов, ну, понимаете, вот в каждый год имеют вот свои политические мемы и они как-то зарифмовываются. Здесь гораздо пиже. Я вот не буду цитировать все находки, но ягода, малина, ягода, малюта, это можно, блять, на транспаранты вешать от того, как это пиздато. Генрих, ягода и малюта скуратов, если сейчас ничего не путаю, один из Советского Союза, человек, непосредственно причастный к репрессиям, руководитель госбезопасности, а второй, руководитель опричненный при Иване Грозном, то есть и тот, и тот непосредственно занимался репрессиями, при этом они из абсолютно разных исторических периодов России и срифмовать это с ягода-малина, то есть исконно русской хуйней, ну вот это голда, золото, можно было, блять, других строчек не писать, ну а там остальные строчки тоже очень пиздатые. Ну и само собой, что зарифмовано, что прочитано, просто маковка. Честно говоря, у меня было опасение, что альбом будет настолько же текстацентричен, как много его музыка до этого, и будет, ну, как обычно, мало отдано внимания всему остальному. И это не будет именно рэп, под который прям можно качаться, прям вот, который именно как музыка пиздатый. И это прям как музыка пиздата. Дай бог здоровья. Мы все умрем. Припев в духе поп-панка вау, клево, супер. Вообще, хочу обратить ваше внимание на то, насколько сложно написать припев не для себя. То есть, его там поет Маша Хима, она выглядит более чем органично, и сам Оксимирон только в это, ну, в яме полушепотом его произносит в начале. Позитивная мотивация явная, не мой конюк, мы все умрем. И очень хорошо и органично все это дело сделано. Там про певческие способности Оксимирона чуть позже, но здесь это более чем органично звучит, и посыл трека. Господи, красота-то какая! Игра пошла не туда-куда-то, так вам говорят полтора фаната, стапы, старая гвардия, хип-хапа. Ура! Хорошо, что это сказали. Если вы вот этого не замечали там со своей колокольни, то огромный, ну, точнее, маленький, но очень часто встречающийся, по крайней мере, вот в моей профессии пласт людей, которые слушают какой-то там вот древний рэп малых исполнителей или что-то такое, они вечно твердят про то, что вот сейчас вот все топы говно, один ты молодец. И, честно говоря, мне вот то же самое пишут, и очень важно креаторам на это дело не обольщаться, потому что ваша фан-база вас любит, это, конечно, класс, но они не объективный зритель. И огромное количество рэперов, то есть сам Мирон читает, потому что эти рэперы это его мало того, что коллеги, это люди, которые с ним 10 лет назад плечом к плечу стояли, а 20 и 15 лет назад многие из них были гораздо выше Мирона, а теперь они хуй знает где. Мирон это прямым текстом зачитывал где-то, этот куплет в итоге не вошел в альбом, где соперники тех лет, где их рэп, они все лежат в сырой земле. Реально тот же Виктор СД, с которым Оксимирон фитовал в статусе меньшей звезды, чем Виктор СД, сейчас там чуть-чуть поболтавшись в антихайпе, остался в том же глубочайшем андеграунде, где и был. И количество таких артистов просто бешеное. В чем причина? В том, что они не просто безнадежно устарели, они в принципе не играют в рэп-игру, то есть они на музыкальной сцене не осуществляют новые ходы, надеясь, что какой-то из них будет в дамке. Они, по сути, просто сидят на жопе и жалуются на то, что рэп опопсился. Произносят одни и те же стереотипные фразы про новое тупое поколение и вот в наше время-то было. Цитирую, МЦ похоронила те, кто вспоминают, как классно пиздили скинхеды. Сами виноваты. Жить самообманом. Зря вы забивали на скилл самопиара. Ваша проблема не в том, что рэп стал попсой, но что ваша мифологема неконкурентно способна. Именно. Если говорить это более просто, вот это вот, вот это вот, вот это вот гораздо менее привлекательно, чем вот это вот, вот это вот и вот это вот. Тут как бы без оценочных суждений, да, если мы будем смотреть на это, как именно на продукт, а музыка это продукт, вы в музыкальном сервисе листаете продукты и выбираете их так же, как в супермаркете. Да, это искусство, но принцип тот же. Ведь когда все под автотюном поют под ебаный тайп бит с ютуба немыслимую хуйню, лучший момент, чтобы двигаться трендом на берекор. Бля, уверенно, хладнокровно, спроси у Кендрика с Коулом, имеется ввиду Кендрика Ламар и Джей Коул, если их не слушали, то обязательно послушайте, охуенные исполнители, особенно Джей Коул. Но мысль именно такая, да, я ее в разном виде высказывал вообще про другие вещи, но я просто еще и вижу много начинающих музыкантов, в этом в плане начинающие, и те, кто не смогли достаточного уровня достичь или сохраниться на волне времени, они сидят в абсолютно одном и том же, в вечной обиженности на окружающую реальность, как им там обстоятельства что-то не позволяют. Ёбна рот, вы не в Макдональдсе менеджером работаете, тут, ну, творческая сфера бесконечная и лучшее время, чтобы продвигать локальный продукт. Маленький еврей в черном жанре Боб Дилан, резкость Моб Дипа, легкость Кьюти, помиксовал, мне сполна заплатили, как Эрику с Ракимом. И в конце он заканчивает таким вот прям приторно сладеньким, пошлым просто моментом про то, что если я вернулся, то и вы тем более сможете. Дитя не пасуй, живешь только дважды, ведь если я способен вернуться, способен каждый. Я, конечно, представляю себе наплыв там рэперов из 2006, которые резко решили восстановиться после вдохновления Оксимирона. Конечно, слабо мне представляется, как все они резко посвежеют, но сам посыл просто прекрасный и замечательный и надеюсь, на кого-то он сможет правильно повлиять и реально сдвинуть какое-то представление о культуре. То есть вот в моменте перевороты игры Мирон теперь сконцентрировался не на том, чтобы сдвинуть вот просто все, что сейчас есть, а на то, чтобы хотя бы просто вот пройдя весь этот путь, дойдя до этой вершины, обернуться на тех, кто вроде бы шел с ним и сказать, а вы че так отстали-то? А вы-то, блядь, чем занимались? Позитивная мотивация, я на земле конек, и мы все умрем концептуально, трек отличный, припев тоже крутой, Маша Хима, долгих лет процветания и бойких внуков. Так вот, че я так вырядился. Сам реально до конца не могу поверить, но я организовываю ивент, реально, мое собственное мероприятие. Называется все это дело Ебаназия Лайв. Это будет воркшоп, настоящая арт-тусовка и также презентация моего мерча. Да, наконец-то. Я уже больше года на самом деле держу его готовым, просто вот не мог до конца все организовать и 12 декабря в пространстве MJ я впервые его покажу. И там же будет возможность его купить. Но самое главное это арт-воркшоп с кучей художников, которые уже туда приглашены. Вам нужно будет принести черно-белую переконтращенную собственную фотографию типа такой. Че с ней будет, пока секрет, главное, притащите. Вход на мероприятие 250 рублей, билеты можно купить через инстаграм Секта Сейна, который в описании. Но также есть возможность попасть на мероприятие на халяву. Переходите в инстаграм Секта Сейна, да, знаю охеренное название, подписывайтесь и лайкайте посты и через три дня, то есть конкретно 8 декабря за четыре дня до мероприятия мы объявим 30 человек, которые попадают на мероприятие абсолютно бесплатно. Вы можете оказаться в их числе. Но, так как шансы не велики, советую все-таки купить билет и главное успейте до дня непосредственно самого мероприятия, потому что на входе они будут стоить уже 400, а не 250. Также на ивенте будет халявный и очень вкусный зеленый чай и тусовка художников, не знаю, где она еще может в таком составе собраться. Остальное не могу раскрывать вам еще, очень многое оставляю в секрете. Другие подробности про мероприятие узнаете в инстаграме секты Сейна. Возвращаемся к видосу, увидимся 12 декабря. Дальше трек «Чувствую» и здесь «Психиатрия шалом». То есть когда я в предыдущем видосе еще про смутное время говорил про то, что Оксимирон теперь будет использовать всякие темы из психологии и психиатрии как следующую ступеньку вот этой его вечной рефлексии, вечного осмысления самого себя, я даже не представлял насколько дохуя этого будет в альбоме. Возможно этот альбом станет любимым у психологов и они на сеансах будут цитатами Мирона разговаривать, потому что здесь его просто тонны и начинается это прям объемность «Чувствую». И когда про «Кто убил Марка» говорили, что он просто взялся вот эта модная позиция жертвы и он соответствует трендам «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- э-э, эмоциональный калека. Только тогда это было, ну, прям кринжатина, а сейчас это гораздо более адекватную форму обрело. Если как раз копнуть в то, что описывает песня, это не стереотипная какая-то песня, типа чувства, мои чувства в чувствах, а наоборот, непонятно, ты вообще что-то чувствуешь или нет. Я думаю, каждый, кто в жизни сталкивался там с какой-то большой потерей или, ну, в принципе, с чередой эмоциональных потрясений, через которые тебе надо проходить, ты, проходя через них, становишься более толстокожим и, адаптируясь под тяжелые обстоятельства, закрываясь от негативных эмоций, ты также закрываешься и от позитивных в будущем, и в итоге оказываешься в такой одной сплошной непонятке, что со мной что-то происходит, а я как будто наблюдаю за этим, как за фильмом, который мне неинтересен. Это довольно страшно от первого лица. И, ну, опять же, то же самое у Мирона, но, видимо, помноженное на 10, потому что я сомневаюсь, что я именно вот прям такое испытывал, да, и там большинство тех, кто мои ролики смотрит. И как раз э-э-э-э-э эмоциональный коллега был ровно про это же, что он не способен нормально полюбить, потому что это та же эмоция, на которую он не способен. И это тоже охуенно, как строчка, потому что вот эта тема про ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах, а на самом деле человек сидит с абсолютно каменным ебалом, это тоже все в наше современное, потому что часть эмоций нам диктует как бы общая парадигма. Мы постоянно кто-то немножко, а кто-то очень много изображает, что радость, что грусть, что скорбь, что все остальное, потому что надо сейчас это чувствовать. А что ты чувствуешь сам, это вопрос для многих страшный. Дельфина уважаю как артиста, и поэтому просто не буду комментировать его парт. Просто не буду. Окно в Париж. Оксидрочерское сердце бьется чаще от того, какой пиздатый это репрезент, и как вот просто он произносит слово церемонимейстер, и ты такой... Охуенно сделано, очень стильно, и также нельзя не отметить эти просто вот золотые бэтбарсы. Бля, это та самая внутренняя свобода, которую хотелось бы видеть. Такого рода строки Мирон позволял себе только в самых ранних песнях. И дальше, возвращаясь к аналогии вот с этой вот комнатой, посреди которой стоит Оксимирон, и оглядывается на других рэперов, идет очень классный выебон. На мне три ляма, хоть и выгляжу как бомж. Это ультра тонкий дрип, ты не поймешь. С головы до ног, в очевидных брендах, как лошара, на мне винтажный берет, снятый с убитого клошара. Бля, вот так выебурить и надо. Это на самом деле, это супер классно. Потому что, ну представьте, если бы он начал выебываться на новую школу, так же, как на нее обычно выебываются. Бля, пацаны, у вас смысла нету. Вы про наркотики только и читаете свои. Это скукотища, ебучая. Именно когда появляется классный энгл, угол атаки становится гораздо интересней. И вот это классно и интересно. То есть, одно дело, что они просто тратят бабки там на шмотки, да? Ну, для рэпера странно в таком их упрекать. А вот упрекать их в том, что они лохи безвкусные. И то, что у них бабки есть, не спасает их от того, что они лохи, ебучие. А он вот в каких-то непонятных хуевинах, на мне африканские бусы там дальше будет. Это замечательно, что я рэпер со вкусом. Я рэпер эстет, рэпер интеллигент. Я могу зачитать, что у твоей бабки онли фэнс, потому что это панчлайны мне похую. Но зато я, блядь, в шубе. Чилийского сибаса. Оно быстро почилил и съебался. Я хочу сибаса. И тоже по панчам и вордплеям, бля, коласненько. Придворный статус не спасет, еблом не щелкай. Уже звонят в домофоны, звездочку ждет решетка. Этот вордплей я, к сожалению, слышал на баттлах. И вот это беда, когда ты очень много подобного смотришь. Я даже там текстовые баттлы смотрю. И поэтому очень много вордплеев для меня не в первый раз звучали. Обидно. Но зато дальше фуаграт и занят борьбой с режимом фига в кармане уже стала сушеным инжиром. То есть поняли? Фига, да? Фига в кармане в смысле, что у тебя тайный умысел. Имеется в виду, что вот люди, которые лояльны власти, но на самом деле не лояльны. И их лояльность обусловлена только желанием быть своим и пребывать в безопасности. Мало того, что она их не спасет. И мы знаем один актуальный примерчик, который вот Россию покинул. Опять же, надеюсь на самое лучшее разрешение его ситуации. Но что такое фига, которая стала сушеным инжиром? Фига в кармане, то есть вот этот вот тайный умысел, он настолько давно его в себе носит и не реализовывает, что она уже инжиром стала, то есть сухофруктом как будто бы. То есть этот протест внутренний, он мало того, что был проглочен, он внутри нахуй изгнил. И именно поэтому Мирон высказывается на политические темы, потому что не хочет, чтобы вот эта вот фига в кармане, вот этот вот протест был зажеван и гнил внутри него, потому что все мы видим, что это с ним делает. Ужас. Партизанское радио. Охереде обосраться, честно говоря. Вот такая реакция, я думаю, и должна была быть на этот трек. У Мирона до этого были заигрывания с различным поп-звучанием, но чтоб такая попсятина, такого еще не было. И что прям хочется сказать, ебать он хорошо на этом звучит. То есть тут дело-то такое, что к нам вернулся вот этот вот самый друг детства, и он за эти годы изменился. И наше дело просто познакомиться с ним как с новым исполнителем, потому что он обновился, и вот как бы новый покемон такой, какой есть. И как бы разве что следующей инкарнации ждите. На какой-то ближайший период он именно такой. Это как будто заново с исполнителем познакомиться. И Мирон хотел, Мирон сделал, и не зря хотел. Я все проезжаю в блокпасты, Нашей с тобой гражданской войны. Я после цунами говорил, что если Мирон запоет как в цунами, то в принципе я буду всем доволен. Но тут совершенно другая манера Мироновского пения. Слышно в ней как бы недостаток скилла. Слышно, что был бы там условно человек, который всю жизнь поет, а это бы совершенно иначе звучало. Но при этом, если судить это просто как рэп, то более чем клево сделано. Я даже пальцево это показал, чтобы именно спросить по поводу того, вот что, как он поет, насколько это тюнино, не тюнино, как это там по постановке, по всей этой вокалистической штуке. Она сказала, что он скорее всего занимается вокалом, потому что именно то, как он звук направляет, оно правильно. То есть, видимо, его научили. И, по крайней мере, полушепотное пение теперь в арсенале Мирона имеется. Красавчик, что учишься круто. Возможно, увидим, как он прям горлопанит вовсю. Но с точки зрения поп-трека, отлично ведь написано, реально. И с точки зрения того, как это звучит, и с точки зрения того, какие образы рисуются. Во-первых, в принципе, очень многие треки, ну, все слушают музыку в машинах, потому что охуенно под музыку ехать в машине. И когда в песне есть что-то связанное с дорогой, это, по-моему, прям хитовая история. И здесь, за счет того, что есть прям конкретные картинки, и, там, Индокитай, да, и вот все эти ассоциации с партизанскими отрядами очень круто выстроены. То есть, он туда и отсылок, блядь, к апокалипсису сегодня и цельнометаллической оболочке загрузил. Все-таки и Оксимирон, да, не забывайте. И при этом такая красивая любовная история. Курортный роман, если хотите. И мы снова отступаем, как волны, партизанское радио. В общем, во всех отношениях, как именно поп-трек, отлично все сделано. Ждем фит с Дорой, отличный мэшап уже есть. Единственное, я ждал хотя бы одной какой-то отсылки к Rage Against the Machine, потому что у них есть такая же и очень известная песня, тоже, Gorilla Radio, то есть, партизанское радио. Че, всем похуй, что песни одинаково называются? Один я такой ебануть тут сижу. Непрожитая жизнь. Вот зачем на самом деле было сказано Русь. Ща последний раз, потом все шепчет, она взяв на пресный вечер перец и соль спит. Ведь вот это вот подстраивание под какую-то общую линейку, это вот самое вечное изображательство везде, да, палочная система и все в этом духе, оно создает русское зазеркалье. Ровно вот об этом рассказывал в предыдущем видосе, посмотрите там подробней. Как раз оно приводит к тому, что люди не живут своей жизнью. Они живут там так, как им сказали родители, так, как им сказал потом муж, так, как им сказали в школе, так, как будет лучше для там корпоративной, вот их карьеры и всего остального. Это не чисто русское, да, это не только в России есть, но в России это как будто более гнетущее, как будто именно у нас настолько неважно, какой у тебя диплом и че ты там хотел. Ты че-то хотел, когда учился в школе, заткнись, потерпи. Че ты хотел там какие-то мечты, поступи на юриста, тебе ведь, ну, тебе так будет лучше, они лучше знают. И работай так, и заведи семью, потому что так лучше и так далее. Это вот, я сейчас произношу, у меня ощущение, что какие-то банальности говорю. Здесь это более детально раскрыто, красивый стори-тейлинг, мне друг из армии написал рецензию на эту песню, 10 нойзов из 10, вот реально лучше не скажешь. Сиделка наклоняется, чтобы разобрать последние слова, я вас боялась и выбрала не того. Празднуй. Припев не понравился, да? Но сейчас не об этом, а о том, что это тоже Русь и тоже красота и уродство. В чистом виде. Автопати, в автократе, маски и шоу, диджей-сеты от Росгварди. Это ровно то, что я описывал в начале видоса. Как это объединить, когда у тебя пир во время чумы, когда ты сначала идешь отстаивать права политзаключенных, а потом у тебя просто вечер, да? И оно не кончается, оно бесконечно идет. Есть какой-то условный мир, с которым ты борешься, который сейчас находится в упадке, который хуёвый, откровенно. И ты пытаешься на него как-то влиять, и на тебя все смотрят, как на борца с этой хуёвостью. Но при этом ты все еще живешь свою жизнь. И можно ёбнуться, если 24 на 7 изображать борца. И вот так и получается автопати в автократе, что, несмотря на весь пиздец, люди живут. Пир во время чумы. Москва все вместе, слева рестик, справа арестик. И тут же строчка, подтверждающая мои слова. Альбом не прозрение в духе Иисуса, но парни мастер-класс по тому, как выйти из кризиса. Ну, кстати, если кто-то в кризисе и вышел благодаря этому альбому из него, напишите, плиз, в комментах. Конечно, интересно, потому что я как раз вышел из кризиса на пару месяцев раньше, чем до этого. Итак, это сбоку на это смотрю. Интересно, работает ли на кого-то альбом так. И еще строчка. Я до этого не видал такого вордплея. Хотя, казалось бы, он очевидный. Там, честно говоря, их много других там же, но это в тему того, как по-новому сказать про Россию. Ебать тут получается. Местами, может, я как-то слишком люблю вордплеи, но прям пизда-то же. Песня намешана. Мне не очень понравилась по звучанию и по посылу, в принципе, более чем понятно. Вот. У Мирона была строчка «Все это намешано во мне, на древе родовом повешен, как истлевшая шинель». И мысль про то, что в нем намешано, она, ну, во-первых, в предыдущих треках были похожие мысли, во-вторых, мы к похожим мыслям еще дальше придем, поэтому мне здесь, наверное, нечего сказать. «Все это намешано во мне, на медленном огне». Ровно как и нечего сказать про трек «Эспрессо Тоник». Он про коллектив ЛСП, про трагичную судьбу коллектива ЛСП. И если вы не знаете, в чем история, то советую вам прошариться вот про то, кто такой Рома Англичанин, что с ними стало. Особенно интересно это воспринимать в смысле конфликта, который у них был до этого, и что Мирон на это смотрит уже со стороны человека, это давно прожившего и переварившего, и для него это просто одна из страниц вот в долгой истории, которая для него какая-то яркая и трагичная. Но, как бы, что еще сказать по этому треку, не знаю. Оставляю это на съедение другим экспертам. Пантеллерия. Учебник по тому, как писать пиздатые атмосферные песни. Во-первых, вот где находится Пантеллерия. Вот как бы как она выглядит, да? Можно было написать про любое другое теплое место с морем, но это Мирон, ему нужно свое. И, в принципе, для крутой песни, ну, для того, чтобы она была особенная, там вы напишите песню про Сочи, блядь, и какая-то херня получится. Вам нужно что-то свое выделяющееся. Мирон очень старается выделяться, и вот такой вот уникальный, злоебучий островок, как будто создан был, чтоб стать вот названием песни. И, собственно, от самой уникальности места и пляшет весь остальной сюжет. При этом, ну, не сюжет, как бы цикл образов. И сам цикл образов построен по похожей схеме, как и в песне «Колыбельная» из Горгорода, потому что Мирон — это рассказчик, который полушепотом что-то вещает человеку, который уже спит, и ночь сгущается, и рассказчик под светом лампы, в кромешной темноте видны только звезды, и он затягивает свою песню. Они патрулируют периметр сна, пока в тебе дремлют в силы, дай расти им, холод спадет, испарится над... Замечательно сделано, не совсем в моем вкусе песня, но как учебник берем. Лифт. Вот это прям пиздец. Это прям очень жирно по звуку, очень жирно по интонациям, и восемь тонн психиатрии. На бездны, на тросе кабина, так тесно, а средь отбросов, прости, мам, твоя... Во-первых, звучит охеренно. Во-вторых, охеренно сентонировано, и какое сплетение образов, метафоры и реальности, да? То есть, во-первых, момент психологического пика, дан через ситуацию, в которой он находится. То есть, лифт, это... Во-первых, там вот этот вот голос, который говорит на немецком, он говорит этаж земли, то есть, последний этаж, как бы спуск вниз. И это метафора на психологическое состояние, то есть, на дно нахуй. Во-вторых, сама по себе ситуация, что он с какими-то чуваками в лифте. Ситуация, такая, с ощущением клаустрофобии, она очень хорошо представляется, как бы все тонкости, да, ощущения нахождения в лифте, они каждому знакомы, понятны. И вот это вот состояние накипающего психоза, оно охеренно работает на буст образов. Ровно как и работает это вот блевота, то, что он блеет строчками. И при этом отлично сантонировано, и выплевывает он не буквально блевота, да, а это тоже, это метафорическое блевота. Отлично сделано. Для того, чтобы четче углубиться в этот трек и более адекватные мысли касательно вот всех этих психологических моментов вам сказать, я проконсультировался со своей подругой, которая в теме психологии шарит гораздо лучше, чем я. Во-первых, тема детства и матери. Мирон из еврейской семьи, а мама в еврейских семьях, главный человек в доме. В том смысле, что та гиперопека, о которой он читает, это, в общем-то, реальность еврейских семей. И особенно мальчиков, потому что на них накладывается почти сразу невероятный груз ответственности и ожиданий. Второе. Детство и нереализуемые ожидания. Думаю, что это исходит от первого слоя. Особенно понятно это и строки «там одни ПТУшники» и извинений Мирона за то, что он не оправдал их ожиданий. У него профессорская семья. Наверняка родителям из советского мира было непросто принять какие-то вещи, которыми Мирон увлекался. Сюда же плюсом мамина тревога. Думаю, сейчас он понимает, что отчасти отсутствие поддержки было связано со страхом за сына и его выбор. Третье. Детство, конечно же, отец. И отцы, и отцы, и отца. Это тоже исходит из окружающей обстановки. Отец в еврейских семьях фигура неоднозначная. Опять же, мама фигура центральная, отец знаменальная. Плюсом сюда советское родительство. Думаю, что Мирону было сложно не высказывать свои чувства, не говорить откровенно о каких-то вещах. Он ищет в себе, кто его научил быть мужчиной. И в чем это учение заключается. И от этого и пляшет инициация. То есть, с кем он может себя идентифицировать? Он кто и откуда? Потому что этот вопрос был так или иначе задан 8 миллионов раз на этом альбоме. И не только на этом альбоме у Мирона. В принципе, кто я? Это одна из центральных Мироновских тем. И причины его потерянности. Ну и супер прям предельно логично искать ответы на эти вопросы в детстве. И также копать из детства, как всегда делают с любыми психологами. И, собственно, отец это как первый прообраз. Первая фигура, которой ты подражаешь. И от которой ты отталкиваешься. И как раз, будучи потерянным, находить в себе куски отца, к которому у тебя еще такое неоднозначное отношение. Короче, темный лес Мироновской психики предстает перед нами прям вот. Шелестит кронами и зовет войти и потеряться в нем. Опять же, это не самая правильная трактовка из всех. Да, там и с психологической, и с музыкальной точки зрения могут быть разночтения этого. Но просто вот теперь такой материал Мирона, с которым мы работаем. То есть позвали литературоведа, теперь позвали и психолога. Сидим, блядь, рэпчик слушаем. Грязь. Каивчик. Мы, во-первых, видим новую позицию Мирона как вот переворачивателя игры, который все-таки понял, что он уже и так наверху, да. И теперь он в ней просто существует, как противовес вот всей этой, ну, условной тупой музыке. И это замечательно, что он выбрал именно такую позицию, потому что в ней он хотя бы, ну, она подразумевает, что он существует, да, и что-то выпускает, ну, надеемся. И также не могу не отметить строчку. Меня спросили, почему в русском рэпе нет гангста, но гангста на Руси прерогатива государства. Кайфас. Еще на треке присутствуют ATL и Игла, но вот этой вот концепции каких-то микрофитов, я вообще, блядь, не понял, честно говоря. То есть, ну, одно дело дельфин, но там как бы другой вопрос. Другое дело ATL. Блин, от фита Оксимирона и ATL-а я ожидал в первую очередь не текста ATL-а. Я ожидал, что ATL как раз навалит свой бешеный драм-дубас, и в него Мирон залетит, вот примерно так же, как он залетал на северную страну. И у меня будет херня, под которую я вот так вот буду ходить по улицам. Вот. А здесь, ну, как бы, всем респект, все молодцы, но давайте все-таки драм-дубас. И это не первый раз на альбоме проявляется, но как же приятно видеть Мирона, который реагирует на что-то реальное, на то, что вот непосредственно сейчас есть. Ведь вот весь прошлый рэп, это, он был либо устаревший, ну, то есть буквально слушаем треки 2008-го или 2010-го года, либо это какой-то выперт в фите. Типа, ух, бля, я вам еще покажу, я сам сижу, блядь, за решеткой в темнице сырой, но я вот там подпездываю в фитах вам. И за счет просто того, что это альбом, и альбом, который уже там бьет все возможные рекорды прослушиваний просто от того, что это Оксимирон, и у него там моментально продаются билеты на сегодня анонсированные концерты, от этого и его ебоны становятся гораздо увесистей. И это безумно классно. Дальше трек «Улет», концепт очень Мироновский. Сначала весь трек мы думаем, что он о женщине, и об абьюзе с его стороны. Его как раз очень в тему обвинили прям недавно в этом же. Но оказывается, что это о собственном теле трек. Боди-позитив от Оксимирона. Ура, классно! Это началось с улыбки и смешка в твою сторону, а может быть сихидного стишка ты... Я, честно говоря, сам от этого довольно далек. Может, я как раз недостаточно понял, да, именно в плане отношения к своему телу и любви к себе, чтобы это как-то нормально воспринять. Но я не особо впечатлился и припев, ну, ну так. Трек «Иминем». Вот что в нем прям крутое, так это образ мини-Детройта. И что он, в принципе, построил себе мини-Детройт, потому что с самого начала шел по стопам кумира. И настолько по ним шел, что дословно повторил историю самого Маршалла. Это действительно как просто такая историческая заметка о самом себе и о комичности ситуации совершенно замечательно. Но при этом припев, возможно, худший на альбоме, что мы не с пляжа, блядь, но сыпется песок, что вот эта вот тема с «Переверни песочные часы» и получится знак бесконечности. Блядь, знак бесконечности я бы запретил лет на 10, просто чтобы он перестал быть таким пошлым. Ну потому что, ну пиздец, не знаю, у меня вот даже текстовое использование там знака бесконечности, у меня это вызывает такие подергивания небольшие, потому что пошлять она прям кошмар. Повторился кумиром путь не хуже, чем стена. Ты сказал, даже дядя Джиай, он не будет пиздеть. Но при этом история крутая, и, конечно, насколько силен вот этот вот голливудский образ лоха, что просто вот он продолжает так же влиять на людей. Я и до этого удивлялся тому, ну знаете, вот Человек-паук, ну вот типичный лох, но потом он как собрался, как стал крутым. И это вот абсолютно клишейный сюжет, да, который, по сути, и в восьмой миле так же утрирован. Вот в ролике про Эминема мы говорили про его, с Димой Шумом, про его утрированную биографию, что он и там, и, в принципе, в пересказах истории Эминема, он очень сильно натянут на вот этот вот образ парня с низов. Но жесть-то в том, что этот образ реально продолжает работать, как бы это, ребят, кончайте быть лохами, чтобы потом не зацикливаться. Видите, как я легко все проблемы решаю? Просто лохами не будьте, ну, очевидно же. Рецензия. Кайф, класс, прикол, выезжает за счет рекурсий, и вообще очень остроумно. Ничего по этому поводу не скажешь, там я как рецензент меня не сильно обломала сказанное там. Посмотрел бы я, блядь, как ты мой ролик пересказываешь, а? Вот я это снимаю второй час. В итоге ролик получится минут на 50, наверное. Давай, у тебя альбом на час. Кто больше, а? Африканские бусы, самая многообещающая херня, которая у нас здесь была, потому что Мирон опять всех десять, Кезару упомянул, хоть и косвенно не называя имен, и еще он говорит, эй, я готов. Вольте Дэн Татален Крик. Охеренно, люблю немецкий язык, и переводится это как «Хочу тотальной войны», то есть со всеми рэперами. Я вас тут ебать пришел. Давай, давай, мы ждем. Очень надеемся. Ожидаю ебку от Оксимирона в любом формате. Сижу у телевизора, блядь, и у компьютера. Страницу обновляю постоянно. Вперед. Ну и звучит прям классно. Такой алдушный биточек. Разъебненько, красивенько. Очень нравится. Трек «Тень» — это, наверное, самая откровенная и в деталях подреберная такая просто лапароскопия Оксимирона, и мысли там достаточно страшные. Он и рассказывает про то, как он условно ебется с кем-то вот в городе, где у него концерт, да, и он сам себя убеждает, что он обходится с ними лучше, чем, например, там другие рэперы, которые бы так сделали. Он еще не самый плохой, но при этом он представляет, как она, поебавшись с ним, собирает вещи и едет в автобусе к себе на какую-то окраину города, а в руке у нее плакат, и он вот ее просто использовал и уезжает. И у кого из них нет уважения к себе? Ебать мясо, а? То же самое относится к тому, что он делает дорогие подарки и женщинам, и семье, но что он пытается этими подарками доказать, а главное, кому, блядь. Это, ну, именно как мысль, это просто супер разъебно, и сам трек, опять же, я, короче, все, что вот здесь говорю по поводу того, что мне понравилось или не понравилось, я бы по-хорошему именно эти характеристики раздавал через месяц-другой, реально, потому что еще очень долго это будет осаживаться и перевариваться в моем плейлисте, но именно по уровню откровенности это просто пиздец. И последнее, дрейдл. Респект всем, кто... И последнее, дрейдл. Респект всем, кто досидел до этого момента, там подкрасть и седые волоски, начинаем говорить про замечательный, трек «Дрейдл». Во-первых, шо такое дрейдл? Это вот та самая вот эта хуйня, которую он недавно выложил. И вот эти вот четыре лица, они непосредственно в треке и перечисляются. Четыре грани. Спец, дитя, хаос и тень. Не знаю, чо нас ждет дальше, к тому же, что Мирон известен своим промо, и «Кто убил Марка» и «Микстейп», который, как мы теперь знаем, был бонус-материалом, это было отличное промо. Ожидание супер подогрета. Мирон из всех заголовков в два месяца не выходит. Но именно касательно альбома промо супер не хватило. Я надеюсь, там прям будет что-то супер гениальное. Но из этого возникает вопрос. А ху ли альбом-то так было не назвать? То есть обложка от БГ, круто, что она от БГ, сама обложка, ну не знаю, мне не очень нравится. Но чо нельзя было назвать альбом «Дрейдл», назвать его в честь песни «Дрейдл», которая гораздо круче, чем, господи, забыл уже ее название, из-за того, какое название невыразительное. «Красота и уродство». То есть «Красота и уродство» и как песня, и как название гораздо хуже, и как образ гораздо хуже. А здесь «Дрейдл всем хорош», ну бля, одному Мирону известно. И это действительно очень круто, как песня, закрывающая альбом. Но она могла бы также его и открывать, и презентовать. Выжившим пилотам полагается разбор полетов. Опять же, в первом же треке пилот тоже был. Ну то есть, короче, непонятно мне, почему именно на таком месте стоит эта песня. Но припев совершенно гениальный. И концепт, что Мирон именно приглашает людей в свою вот эту лавочку с сокровищами. Заходите в наш кабачок почаще. И все это намешано в тебе, как и во мне. Заглядывай почаще в наш безумный кабачок. Замечательно. Будем заходить. Посмотрим, что из этого релиза пройдет проверку временем, что доживет до 32 года, в отличие от Кезару, да? И посмотрим, что осядет в плейлистах, там, меня, ваших и так далее. Пишите свои мнения про альбом. Я очень долго записывал этот видос. Блять, у меня карта на 32 гигабайта впервые заполнилась целиком чисто от пиздежа. Обычно, ну, раза в полтора-два меньше. Респект всем, кто до этого момента досидел. Подписывайтесь на мой бусти и патреон, чтобы я мог дальше снимать вот такие ебанутые видосы. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки? А? Как-то пискляво получилось. Ну, про Мирон делал.